Украина в ближайшее время единовременно получит рекордное количество боевой техники и других вооружений за весь период боевых действий. Это значит, что мертвых оккупантов станет больше. В рамках очередной встречи «Рамштайн» большинство стран объявили о передаче Украине новых САУ, БМП, танков и другой техники. Причем в этот раз нам начали отправлять наступательную боевую технику. В частности, шведы передают нам 50 БМП CV-90. Это по сути легкие танки, оборудованные защитой класса 5+. Вооружение составляет автоматическая 40-мм пушка с современной системой наведения. Это действительно современная наступательная машина. Вражеские БМП будут разбираться на металлолом на раз-два. Ваньки будут выпрыгивать и убегать сломя голову только при одном виде этой техники. Также шведы передают нам 12 САУ Арчер. Это оружие смерти, это все, что я могу сказать по этой технике. Это одна из самых лучших САУ в мире. Полная автоматика. Разложились, отстрелялись из кабины и уехали. Все за минуты. Это машина-генератор Бавовны. Литва передаст Украине десятки зенитных орудий Л-70, боеприпасы и два вертолета Ми-8. Стоимость пакета военной помощи Литвы для Украины в Рамштайне составит 125 миллионов евро. Л-70 уже не новые, но достаточно эффективные орудия, которыми можно работать по дроном, низколетящей авиации. Также хороши против пехоты и легкой наземной техники. Два вертолета Ми-8 от Литвы это вообще огонь. Частично возместим наши потери, которые, к сожалению, имели место. Дания передаст Украине абсолютно все свои САУ-Цезарь производства Франции. Сразу 19 САУ-Цезарь будут отправлены в Украину. А это практически их удвоение от того числа, которое есть на данный момент у нас. Британия красавчики, респект. Передаст Украине танки Челленджер-2 в количестве 15 штук по последним данным. А их РПГ-7 не берет. Способны выдержать десятки попаданий. Также Британия отправит Украине 600 ракет Brimstone, которые способны сами искать вражескую технику и поражать ее. Еще британцы передают 30 САУ-АС-90, которые похожи на уже имеющийся у нас САУ-КРАП или М109. Калибр 155 миллиметров. В списке еще от Британии 200 бронетранспортеров и бронемашин. Канада передаст 200 бронемашин Сенатор. У нас уже такие есть, теперь будет больше. Также Канада передаст одну батарею ПВО на Самс. Потихоньку небо закрываем. Но охват территории очень большой, нужно еще очень много таких систем. Бегло по США. Американцы дадут 50 бронетранспортеров Брэдли. Кроме автоматической пушки имеют противотанковый ракетный комплекс, способный поражать цели на очень большом расстоянии. В списке 18 САУ-М109, с которыми мы хорошо знакомы. Хорошая и простая в обслуживании техника. 100 бронетранспортеров М113, тоже неплохо. Для наступательных операций самое оно. Еще 55 противоминных бронемашин и 36 105-мм орудий. Еще 250 бронетранспортеров М1117. Впечатляющее количество. 18 новых установок Хаймерс. Ого, это просто огонь. 100 колесных БТР Страйкер, таких у нас еще не было. Надеюсь будут модификации с пушками и системами ПВО. Но, дальше классика 138 Хамви. Они нам тоже нужны, ведь это расходная техника. Системы ПВО США передают такие. Шесть батарей на Самс и одна батарея Петриот. Еще год назад о передаче нам Петриот и речи не шло. Но теперь мы становимся самой вооруженной страной в мире. А вишенка на торте тактические боеприпасы для Хаймерс на 150 километров. Они хуже ракет обычных Хаймерс, потому что в них очень маленький заряд. Эстония передает неизвестное количество гаубиц ФХ-70 с калибром 155 миллиметров и 30 советских гаубиц Д-30. Также 100 противотанковых гранатометов Карл Густав. Франция высылает нам 20 многоцелевых колесных бронетранспортеров Бастион. Тоже неплохая техника. Вроде бы у нас таких еще не было. Еще Италия с Францией вместе передадут одну батарею ПВО Сампте. Также Франция передает 40 колесных танков АМХ-10АРСИ. Очень хорошая техника, это практически истребители танков. Очень быстрые и маневренные, но больше для асфальта подходят. По грязи я бы на них особо не гонял. Польша объявила о передаче нам советских установок С-60. Это 57-миллиметровые орудия, из которых можно работать по авиации, легкой бронированной технике и по пехоте. Еще Польша передаст 14 танков Леопард 2 модификации А4. Будем знакомиться с Леопардами. Чехия передаст нам до 30 Саудана М2. Уже такие у нас есть. Умеем с ними работать, хорошая техника. Германия объявила о передаче 40 БМП Мардор. Для наступления хорошая вещь. Также Германия передает батарею Петриот, три батареи Аристей, пять РЛС для них. Нидерланды порадуют нас одной батареей Петриот. Так что планы кремлевского Маугли идут на три буквы. Украина становится еще сильнее, чем была до российского вторжения. И чем чаще Россия обстреливает Украину ракетами и чем дольше затягивает свое присутствие на территории Украины, тем больше вооружений мы получаем. Вообще нужно России поставить ультиматум. Дать срок 30 дней на выход из Крыма и других оккупированных территорий. В противном случае весь ее флот и авиация и армия будут отправлены к Кобзону. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.